Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе Россия Крым вместе навсегда. Ваши фото с масштабного праздника. Изучаем новое мобильное приложение Моя Самара. За кем в городе теперь будет следить беспилотник? Дорогу молодым ученым Самары. Что снится россиянам, узнал Яндекс. А также забавные видео, интересные новости, все это и многое другое прямо сейчас. Сегодня в этой рубрике мы решили обозначить самое шумное и многолюдное место в городе на минувших выходных. И это площадь Куйбышева. В субботу самарцы здесь дружно пели, танцевали и даже кружились в севастопольском вальсе. Масштабный праздник Россия Крым вместе навсегда. Уже сейчас на ваших фото. Жизнь города в твоих руках. Пришло время качать новое мобильное приложение Моя Самара. Это целая информационная система, разработанная по поручению главы Самары Олега Фурсова. Любой житель города, зайдя на сайт или загрузив приложение, может не только сообщить о проблемах, но и высказать свои предложения. Достаточно просто сфотографировать то, что вас волнует или беспокоит, указать адрес или геолокацию, написать комментарий и нажать кнопку «Отправить». Оператор рассмотрит обращение и автоматически направит его в соответствующий департамент или район. Ну а вы будете получать уведомления на каждом этапе решения проблемы. В настоящее время на портале представлены такие разделы, как невывезенный мусор, несанкционированные свалки, нарушение правил торговли, расклейка объявлений, аварийные деревья, транспорт, а также подраздел «Обратиться к главе». В будущем новые информационные проекты или ресурсы также будут подключаться к «Моей Самаре». Так, в ближайшее время будет запущен проект «Самара. Мнение». Это мобильное приложение будет помогать проводить опросы общественного мнения. На борьбу с несанкционированными свалками в Самаре выйдут беспилотные летательные аппараты нового поколения. Дроны, предоставленные управлением Росгвардии по Самарской области, будут вести воздушное наблюдение более двух часов с высоты почти 4 километра. Беспилотники будут вести съемку и передавать изображения в режиме реального времени на мониторы. Встроенный тепловизор снимает и в темноте. Поэтому водители грузовиков с отходами, которые обычно вываливают мусор в неположенных местах, их не увидят. Зато беспилотник в режиме реального времени четко зафиксирует нарушение, что позволит привлечь загрязнителя города к ответственности. Ты молодой ученый? Интересуешься наукой и мечтаешь воплотить в жизнь свои самые смелые идеи? У тебя есть шанс заявить о себе и своем проекте. С 3 по 17 апреля начинается прием заявок на областной конкурс молодой ученый. Организаторы Самарский университет и Министерство образования и науки Самарской области. Конкурс проходит в трех номинациях – студент, аспирант и кандидат наук. В этом году заявлен весьма внушительный призовой фонд. Желаем удачи! А на днях в Самарском университете прошел третий этап всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». 50 школьников приехали в Самару из разных городов России, чтобы презентовать экспертам свои научные работы. Также ребята побывали на экскурсии в лабораториях Самарского университета, заглянули в музей авиации и космонавтики, на кафедру космических исследований и провели немало удивительных часов, общаясь с учеными университета. Теперь ребят ждет следующий, завершающий этап конкурса – смена в лагере «Артек», где они сами будут собирать настоящие наноспутники. Сотрудники фонда ЖКХ в России выпустили мобильные приложения, работающие на платформах iOS и Android, где хранятся данные обо всех жилых домах. Приложение выглядит как карта. На портале все объекты имеют цветовую идентификацию. Например, красным цветом выделены здания в аварийном состоянии, а зеленым – дома, находящиеся в эксплуатации, серым – территории, на которых идет строительство. Данные о доме также доступны при нажатии на метку. Также на странице хранится информация и контактные телефоны горячей линии фонда ЖКХ и управляющих организаций. Пользователи могут добавлять данные, размещать фотографии построек и писать сообщения, связанные с ремонтом или эксплуатацией. Приложение уже доступно для скачивания на мобильные устройства. Яндекс опубликовал статистику запросов, с которыми пользователи из России обращались к поисковику ради толкования снов. Итак, россиянам очень часто снятся свадебные платья, маленькие дети, преимущественно мальчики и выпадающие зубы. Самые живописные сны, согласно данным Яндекса, снятся жителям западных регионов России. В Самарской же области в топ запросов о сновидениях попали раки, дача, теплоход и овраги. Жительница британского города Манчестер Тиффани Джан сделала из домашнего питомца героя интернета. Девушка поселила свою хомячиху в двухэтажный кукольный домик со спальней, ванной, столовой и балконом, а также научила ее обращаться с ложкой и кружкой. Хомяка зовут Чиз, это девочка, и она очень сообразительная, говорит про нее хозяйка. В магазине «Сделай сам» британка приобрела для своей питомицы сборный домик из дерева и различные игрушечные предметы быта. Чиз научилась есть с ложки и лакать йогурт из маленькой кружки. Также, по словам Тиффани, животное очень чистоплотно и любит убираться в своем домике. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои интересные новости в наши группы. Всем лайк, пока!